Девушки отдыхают Экзамен «Кто из вас знал, что ваш грех вас найдет?» Откуда это исходит? Это исходит из сегодняшнего места Торы. И поэтому давайте просмотрим, когда мы можем найти его. Или где же оно? Число 30 глава. Место Торы сегодня. Сегодня это два места Торы. Иногда это два места, иногда одно место. Почему? Потому что иногда добавляют дополнительный месяц, и поэтому это уже не делает второго Дора. Но когда нет этого добавления, то тогда у некоторых недель есть два места Торы, и сегодняшняя неделя одна из таких недель. Итак, мы говорим о племен и путешествии. Итак, эти два места Торы. Число 30 глава, первый, второй, второй стих сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых. Колен, или мато, племена. Вот что повелел Господь. Если кто даст обет Господу или поклонется клятвой, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушить слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Итак, вот почему надо никогда не делать, лучше не делать клятву. Вообще, делать клятву – это одно из самых глупых вещей, которые вы можете делать. Просто делайте то, что вы хотите делать. Я клянусь, не кушать восемь дней. Просто не кушай восемь дней. Поэтому, если вы это не делаете, нет проблем, потому что это между вами и вами. Итак, числа 31 глава. Это очень важно. И почему это важно? Потому что с этим начинается, с этим заканчивается. Я хочу показать вам, почему. Числа 31, 1, 6. «И сказал Господь Моисею, говоря, отомстим оди Аннатианам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». И сказал Моисею народу, говоря. Другими словами, сделай еще вот этот один момент, и ты умрешь. Если бы я был Моисеем, я бы, наверное, очень долго делал этот последний момент. Господи, я подожду еще. Но что интересно. Если вы помните, несколько прошедших недель мы говорим о Финиесе, о том, что он берет свое копье и пронзает эту парочку, которые делают ужасные вещи прямо перед скиней собрания. И теперь Господь говорит Моисею, отомстим оди Аннатианам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу своему. Сказал Моисей народу, говоря, вооружите себя людей на войну, чтобы они вошли против оди Аннатиан, совершить мщение Господне над оди Аннатианами. Итак, Моисею говорит Господне, иди отомстим оди Аннатианам, а теперь Моисей говорит Моисею, а Моисей, извините, говорит народу, идите, потому что мы будем совершать мщение Господне. Мы знаем, Писание говорит, что мщение принадлежит Господу. По тысяче из колена, всех колен из Израилевых пошлите на войну, и выделено из тысяч из Израилевых по тысяче из колена 12 тысяч вооруженных на войну, и послал их Моисей на войну по тысяче из колена, их и Финиеса, сына Ильязара, священника на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. Несколько интересных моментов. Это говорит, что священники должны вести войну. Но сегодня в Израиле все религиозные, ортодоксальные евреи не хотят воевать. И вот почему очень израильтянам не нравится, вообще даже не верующим Израилям, даже те, которые верят в Бога, но вот ультра-ортодоксальные евреи, которые имеют все эти бесплатные деньги каждый месяц, и они не хотят воевать за нации. И вот почему сейчас им не хватает солдат, потому что несколько солдат должны работать больше месяцев, и им очень тяжело, потому что их не хватает солдат, чтобы воевать эти битвы, но те, которые говорят, что они следуют за Тору, не хотят воевать. Но мы видим здесь, что они должны, те, которые должны вести войну, это большая проблема в Израиле прямо сейчас. У них не хватает солдат, и вот мы видим, что те, которые следуют за Тору, они не хотят идти на войну. Что еще я хочу заметить? Вот приходит большая война, и что же мы видим? Они должны взять шофар для тревоги. Кто из вас слышал о праздник труб, что делают трубят в шофары? И для чего этого? Для тревоги, что также показывает, что это слово... Что же это за слово? Торуа... Это как... Это можно сказать, как будильник тревоги, который просыпает или воскрешает мертвых. Воскресение мертвых произойдет на праздник труб, или шофара. Именно в это время Бог будет трубить в трубу шофар, и является... Этот звук является тревогой или будильником, который пробуждает мертвых. Что же мы видим? Что происходит? Числа 31.8. Вместе с убитыми их убили царей Мадиамских. Хивея. Пять царей. И потом также убили Валама, сына Вьорова. Убили мечом. Потом 32 глава. Первый стих мы читаем. У сынов Рубимых, у сынов Гадовых, стад было весьма много. Итак, битва уже закончена. И увидели они, что земля и озер, и земля Галады есть место годное для стад. Это хорошо выглядит. Мы хотим здесь жить. Мы не хотим переходить в Иордан, чтобы ту землю войти. Та земля не будет настолько хороша. Мы хотим на этой стороне Иордана быть, потому что здесь прекраснейшая земля. И поэтому они говорят в 5-7 стихе, «Если мы нашли благоволение в глазах твоих, Моисей, отдай землю сию рабам твоим во владение. Не переводи нас через Иордан». И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рубимовым, «Братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь. Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилев от перехода в землю, которую дает им Господь?» Посмотрите, сколько тысяч людей не будут воевать для этих двух колен. И поэтому числа 32, 16, 18, они приходят к нему и говорят, «Мы построим здесь овчие дворы для стад наших и города для детей наших. Сами же вы, мы первые вооружимся и пойдем пред сынам Израилевым, и доколе не приведем их вместо их, а дети наши пусть останутся в укрепленных городлях для безопасности от жителей земли. Не возвратимся в домы наши, доколе не вступят сыны Израилевы, каждый выдел свой». Знаете, насколько глупо это? Первое. Что... В чем был их приоритет? Построить место для их стад. А потом уже за детях позаботимся. Подождите, что? В начале стада, а потом вы хотите построить города. А что мы должны делать? 40 лет здесь сидеть, пока вы закончите, а потом уже отвоевывать обетованную землю за Иорданом. Это просто сумасшествие. Итак, что же происходит? Числа 32, 23. «Если же не сделаете так, Моисей говорит, то согрешите пред Господом». То есть, вы сделали клятву. «И испытаете наказание за грех ваш, который постигнет вас». Итак, и в этом заключает это место описание. Если вы делаете клятву и не делаете, исполняйте эту клятву, то грех ваш постигнет вас. 32 глава, 24 стих. Он говорит, «Начали, стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших». То есть, он исправляет их мышление, дети сначала, «и делайте, что произнесено устами вашими». То есть, это приходит аж до начала. Итак, числа 32, 31, 33. «И отвечали сыны Кадовы, сыны Рувимовы, и сказали, как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем. Мы пойдем, вооруженные перед Господом, в землю Ханаанскую, и отдел владения нашего, пусть будет по эту сторону Иордана. И отдал Моисея им, сынам Гадовым и сынам Рувимовым, и половине колена Монасии, сына Иосифова, царство Сигона, царя Морейского, и царство Ога, царя Васанского, землю с городами ее и окрестностями. Города земли во все стороны». Итак, почему же половину колена Монасия также там включили? Они же не хотели там быть. Они не говорили ни слова. Знаете ли, как они туда попали, почему они туда пришли? Потому что Моисей хотел, чтобы они, Рувима и Гада, как бы соединялись с людьми на другой стороне Иордана. Потому что так, Рувим и Гад, там строили храм, они бы делали свои какие-то вещи. И он говорит, посмотрите, если вы это делаете, то пол колена Монасия также я туда посылаешь. И потому что они будут соединены, потому что там колено, это колено разделено, и одна часть на каждой стороне Иордана, и поэтому таким образом вы все будете соединены к народу Божьему. Итак, дальше читаем. 39-41 стихи. «И пошли сыны Махира, сына Монасия, в Галады, взяли его и выгнали Амареев, которые были в нем. Я дал Моисею и Галада, Махиру, сыну Монасии, и он поселился в нем. А Иаир, сын Монасии, пошел и взял селение их и назвал их селение Иаиравы». Знаете, что прекрасно? Рувим и Гад не были первые, которые захватили это. Это было пол колена Монасия, которая делала, захвативала это место. Это интересно, конечно. И потом мы приходим в путешествие. Числа 33, первые два стиха. «Вот станы сыновы Израилевы, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим. По начальствам Моисея и Аарона, Моисей по повелению Господню описал путешествие их по станамих, и вот станы путешествия их». Заметьте, что это говорится здесь дважды, и это важно, потому что мы понимаем, что Господь заповедал, чтобы Моисей, он говорил, чтобы он прописывал каждый шаг. Знаете, что это говорится? Что Богу нравятся маленькие детали. Он говорит, это мои дети. То, что так как вы приходите в Израиле, вы все записываете, то, что каждый день происходит, вы пробуйте это запомнить, а так Бог это делает. Он хочет, чтобы дети его помнили каждый путь их спасения. Они были в рабстве, а теперь они в свободе. И поэтому он занимается этим альбомом для вырезок для своих детей. Итак, это слово «путешествие» также в еврите означает «отшествие». Итак, есть «начало». Это не просто «путешествие», это как бы от начала путешествия, и это приходит от другого слова, которое говорит о том, чтобы взять шесты, которые держат палатку, чтобы как бы вытянуть их из земли, потому что вы готовитесь идти домой. Итак, давайте прочитаем числа 33, 38, 39. «И взошел Аарон, священник на гору Ор, по повелению Господню, и умер там». В 40-й год путешествий сынов Израиля в их земле Египетской, в 5-й месяц, первый день месяца, Аарон был 123 лет, когда умер на горе Ор. Итак, когда же первый А в этого года? В понедельник. Итак, это является, этот понедельник является тот день, когда Аарон умирает. Итак, мы видим, Аарону было 130 лет, когда он умер. Сколько было Моисею, когда он умер? Он тот же год. Поэтому у Аарона мы знаем, что Аарону было 3 года... Он был 3 года старше Моисея, а Марьям 7 лет старше. Итак, давайте посмотрим на то время, когда они начали отшествие. Мы, конечно, думаем о исходе, мы думаем о крови на косяках дверей, о том, что они уходят. Моисей в тот момент... Ему было 80 лет. Правильно. Теперь, если вы помните, дочь Фараона, она вытащила Моисея из... реки, когда он еще был ребенок, ему было, скажем ему... Моисею 80 лет, когда они переходят в Черное море, а дочери Фараона было бы 97 лет. Итак, подумайте об этом. Он был со своей мамой только несколько лет, пока его не откормили, а потом 37 лет остальных. Он был со своей матерью, или, как бы, которая стала матерью, дочери Фараона. Думаете ли вы, что она это сделала? Знаете, что Библия говорит, что она перешла? Я хочу вам показать, где так говорится в Библии, что она перешла вместе с Израилем, и какое было ее имя. Некоторые из вас знают, некоторые из вас не знают, Библия говорит нам, как ее звали, и что она обратилась в Иудаизм, и что она была с Израилем, когда они переходили в Черное море. Это все в вашей Библии. И я вам покажу, где она... А где оно написано в Библии? Итак, сначала, история, как ее зовут? Только ее имя дочь Фараона, и постоянно Библия называет ее дочь Фараона, дочь Фараона. Исход 2, 5, 11. Вышла дочь Фараона на реку мыться. Мыться, и прислуженицы ее ходили по берегу реки, и она увидела корзину среди тростника, и послала рабыню свою взять ее, открыла ее, видела младенца, его дитя плачет, и держалась над ним, и сказала, это из еврейских детей, и сказала сестра его дочери Фараоновой. Итак, он был обрезан, поэтому она знала, что он еврей. Не сходить ли мне, и не позвать ли к тебе, кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца, дочь Фараонова сказала ей, сходи. Девица пошла и призвала мать младенца, дочь Фараона сказала ей, возьми младенца из всего, и вскорми его мне, а я дам тебе плату. То есть женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери Фараонова, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его, это и является значением имени Моисея. Итак, скажем, ему было три года, когда его вскормила матерь, а его назвала дочь Фараона Моисея, когда дается имя детям еврейским, восьмой день, когда они были обрезаны, и поэтому несколько лет у него было другое имя, как же было его имя? Товия, правильно. Итак, в этом было его имя, еврейское имя было Товия. Хорошо. Итак, что интересно, точно так как у нас есть христианские комментарии в Библии, есть еврейские комментарии о многих разных вещах, и есть Медраж, который говорит о спасении всего Израиля к дочери Фараона. Теперь, кто из вас знает, что когда младенец Иисус был рожден, были астрологи с Востока, которые пришли и поклонились ему, что же, конечно, хотел сделать и Ирод, убить их и всех мальчиков. И говорят, что то же самое произошло, когда был рожден Моисей в Египте. Что произошло? Фараона, астрологи увидели, что пришла какая-то звезда, и что он был бы наказан через воду, и из-за этого фараон заповедал всех еврейских мальчиков кидать в аду, чтобы не пришло спасение Израилю. Но когда Моисея положили в Ниль, вода уже... И поэтому, когда астрологи сказали, мы больше не видим этот знак, он перестал... Он отменил этот закон. И поэтому... Моисей, да, был наказан водою, потому что он ударил скалу, когда текла вода, и поэтому он был наказан за это. И частично, правильно, астрологи увидели это знамение в небе. А почему хотели... Дочь фараона была в Ниле. Она хотела делать микву, говорит, чтобы очистить себя от нечистот идолов своего отца. И теперь мы узнаем ее имя. Она не просто дочь фараона. У нее есть настоящее имя, и это записано в 1-й параллельпименоне в 4-й главе 15-й и 18-й стихи. Сыновья Халева, сыновья Ефин, Ефонина, Ир, Ила, Инаам, сын, Илы, Кена, сыновья. Итак, это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которая взял Мерет. А что же Бифья? Означает дочь Бога. Итак, Бог, Он дал ей еврейское имя, когда она покаялась, и она сказала, Моисей, не был твой сын, и ты назвала его твоего сына. Ты не была моя дочь, но я называю тебя моя дочь. Ибо Я означает, или Бифьи назначает дочь Бога, и это стало ее еврейское имя. Число 33, 50-53. Я хочу, чтобы вы заметили нечто, где 10 заповедей были даны Израилю, гора Синай, или гора Хариев. Итак, заметьте, здесь очень интересно. И мы читаем это число, 33, 50-53. «Сказал Господь Моисей на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря». Итак, где они находятся сейчас? Они у Иордана против Иерихона, то есть они еще не перешли Иордан, а Иерихон, он далеко от Синайя, там, где был закон. И написано, «Объяви сынам, Исраилеву, и скажи им, когда перейдете через Иордан в землю ханаанскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их и всех летых идолов их истребите, и все высоты их разорите, и возьмите во владение землю и поселитесь над ней, ибо Я вам даю землю сию во владение». Что же происходит? 55-56 стихи, если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут терными для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, которые вы будете жить, и тогда, что Я вас намерился сделать им, сделаю вам. Итак, они там, чтобы делать им зло, или чтобы быть иглами для боков их, и это будет продолжаться, пока они их не изгонят. И поэтому мы очень не поддерживаем ответ на план двух штатов или двух стран в Израиле. Итак, посол Фридмен, или прошлый посол Соединенных Штатов и Рабины, которые я знаю, хотят... И они их не просто... Они говорят, хотят сделать такую резолюцию, чтобы дать деньги палестинцам, и говорят, куда вы не хотите пойти, и, пожалуйста, едьте куда вы хотите. Соединенные Штаты хотят, чтобы они все перешли сюда. Мы не знаем, как это будет работать. Но решение о двух государствах в Израиле это не решение. Итак, Хафтара является то место, которое идет из пророков, которое сопровождает Тору, и это место попадает в Еремии, 2 глава, 5-6 стихи. Так говорит, Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетой и осуетились, и не сказали, где Господь, который вывел нас из земли Египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой, необитамой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и нигде не обитал человек. Как бы, они даже не знают, что я ушел. Кто из вас когда-либо уезжал куда-то, и вас никто, и никто не позвонил, не спросил, где вы? И вы думаете, вау, так, ну, неприятно. За меня, ну, никто даже не вспомнил. А так, они даже не вспомнили, что Господь их оставил. А кто же этот Господь? Это тот, который вывел их из земли Египетской, который провел их через пустыню, земля необитаемая, сухая, смертная. Итак, это очень прекрасный Спаситель, а нам даже все равно, что Его нет с нами теперь. Дальше читаем. «И я ввел вас землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы вошли и осквернили землю мою и достоянием, ее сделали мерзостью. Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Вала, и ходили во след тех, которые не помогают». Подождите, священники должны быть стоять между Богом и человеком и как бы репрезентировать человека Богу. Но если вы священник, это ваша работа, вы должны знать, что тот, который на другой стороне, того, перед которым вы представляете народ, его там нет. Итак, учители закона не знали меня. Это очень важный момент. И я это ввежу в служении и в движении Месси Энник, мессианском. Они, конечно, учат закон, но они не знают его. Они проходят в легализм. Давайте каждого язычника переведем в священника. Они должны одеваться по-еврейски, делать все еврейски. Нет. Потом мы читаем дальше. Пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. Я всегда сопоставляю это с церковью откровения 3.20. Иешуа говорит, «Се стою дверью стучу. Если кто услышит голос мой, я творит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Но что же произошло? Они делают церковь, Иешуа ушел, он не среди них, он теперь стучит в дверь, стоя вне их дома, они даже не знают, что он ушел. Это ужасно. Каждая церковь говорит, что Иисус говорит, «Я стою дверью и стучу». Он не говорит о неверующих, он говорит церкви. Что же мы находим? Иеремия 2.11. Переминил ли какой народ богов своих хотя они не боги? А мой народ поменял славу свою на то, что не помогает. Посмотрите, Римлянам 1.22.23 «Называй себя мудрыми и обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку птицам четвероногим и пресмыкающимся». Иеремия 2.12.13 Иеремия продолжает «Подивитесь ему небеса, содрогнитесь и содрогнитесь и ужаснитесь», говорит Господь. «Не потому, что язычники, ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили». Это номер 1. «И оставили источник живой воды, а теперь высекли водоемы разбитые». Так, Иеремия 2.25. «Не давай ногам твоим истаптывать обувь». Они просто отошли от него. И это приводит нас к соте. А что же соте? это женщина, о которой думает муж, что она была неверна ему. Итак, она должна проходить через церемонию, целую церемонию, в которой включает себя пить воду, которая перемешана пылью из скинии. А священник пусть приведет и поставит ее при лице Господне, и возьмет священник святой воды и в глиняный сосуд. И возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду. Итак, она стоит пред лицем Господа, не священника. Хорошо. Что происходит? Написано, если это по-настоящему, если правда, что она была неверна, то она умирает, если она это является неправдой, она забеременеет. Итак, и что делалось в Израиле, когда пара не могла родить, они были разумны, они говорили, муж говорил, о, я думаю, моя жена неверна. Они делали эту церемонию, и жена после этой церемонии имела ребенка, если она была верна. Итак, это произошло во время Ишуа с женщиной, которая была схвачена в прелюбодеянии. Итак, Ишуа являлся этой водой живой в глиняном сосуде, и что же он делает? Мы читаем, это Иоанна, 7 глава, 37 стих, последний же великий день праздника, какой же это праздник был? Это был праздник Скинии, и последний день, это Шмине, ну, седьмой день, и потом есть еще Шминея Яцарет, это Симкатора в Израиле, то есть радость в Торе. Итак, в этот день стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, все в апотекут реки воды живой, потому что он является источником воды живой. Итак, что же происходит? В 45 стих служители, итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям и сказали им, для чего вы не привели его? Священники и фарисеи им повелели схватить Иисуса. Служители отвечали, никогда человек не говорил так, как этот человек. Фарисеи сказали им, неужели вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев, но этот народ невежда в законе проклят он. Знаете, они, те, которые стоят под проклятвою и под проклятием, потому что они оставили реки воды живой, то, что он говорил им перед этим. Следующий день симка Тора, они должны радоваться в Торе, а теперь они используют Тору, чтобы убить эту женщину. Неправильный подход. Иисус же пошел на гору Илеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их, тут книжники фарисеи, привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, учителем, эта женщина взята в прелюбодеянии. Теперь они не знают Тору, если бы они они не знают Тору, если они по Торе это делали, они должны были привезти и мужчину, и женщину. А здесь только женщина, и куда же они приводят ее в храм? Там они имели камни, сделанные из мрамора, и вот так выглядели эти камни, это, конечно, перед тем, как они были уничтожены, это было раскопано через археологию, и поэтому поднимали этот мрамор, брали немножко пыли, и, конечно же, поставили мрамор, этот кусок мрамора назад. Ишуа это делает, берет этот, эту землю, и что же Ишуа делает? Говорили же, это искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его на Иисус, наклонившись низко писал перед стом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха, первый брос на нее камень, и опять, наклонившись низко, писал на земле. Кто знает или кто не знает, что он писал? Кто хочет знать, что он писал? Библия говорит нам, давайте возвратимся, Еремия, 17 глава, 13 стих. Итак, они отвергли источник воды живой, это мы прочитали в Иоанна. А Еремия говорит, «Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся». Надежда это как миква или вода. «Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Ничего себе! А потом Еремия 2, 19-20 «Накажет тебя нечестье твое и отступничество твое облечит тебя и так познай и размысли как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего и страха моего нет в тебе». Говорит Господь Савуа, «Ибо издавна я сокрушил я работу и разорвал узы твои и ты говорил «Не буду служить идолам». А между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал». Бог освободил их ярмо земное и дал им ярмо небесное, то есть делать то, что Он просит их. Но это как бы ярмо сделано для двоих или велосипед для двоих. Он всю работу делает или весь вес на нем, а мы вместе с ним наслаждаемся. Но дальше читаем «Как вор, когда поймает его, бывает осрамлен, так осрамил себя народ Израилев». Они цари и князья, и их священники, и их пророки, и их священники, и их пророки говорят дереву. «Ты мой отец, и камню ты родил меня, ибо они обратили ко мне спину, а не лице, а во время бедствия своего буду говорить «Встань и спаси нас». Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего, ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, для чего же вам состязаться со мною? Все вы согрешали против меня, говорит Господь, вотше поражал я детей ваших, они не приняли в разумление пророков ваших, поедал меч ваш, как истребляющий леву». И потом Еремя 2, 31, мы читаем «О род, внемлите вы слову Господу, был ли я пустынею для Израиля, был ли я страной мрака, страной мрака?» Итак, он не говорит о язычниках здесь, он говорит о своем народе. «Зачем же народ мой говорит, мы сами себе господа, мы уже не придем к тебе? Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? А народ мой забыл меня не числа дня». Я думаю, что все люди думают об этом. После того, как я умру, а мне забудут или нет? Вообще, сделали я что-либо доброе. Но, что интересно, Бог говорит, что народ говорит, «Я освободил себя, я свободный от закона Божьего». Это звучит как церковь немножко. Но Бог говорит, «Вы забыли меня дня, которым не числа». Бог освободил нас, чтобы мы служили Ему, но мы освободились от Бога, чтобы мы делали свое, и говоря, что законы твои вообще нам не нужны. Мы будем делать своенравственно то, что нам хочется. Итак, в второзаконе мы будем начинать следующую неделю, а в конец каждой книги мы говорим следующие слова вместе. «Будь силен, будь силен, и добудь усилен». Повернись кому-то и скажи, «Будь силен». Хорошо. Давайте помолимся. Наш Отец, и наш царь, мы благодарим тебя за все, что ты делаешь для нас. Ты разломал наши узы, и теперь мы хотим твое ярмо взять на себя, мы хотим прославлять твое слово, и с великой радостью мы радуемся тебе, мы не можем делать что-то лучше, чем мы, чем служить тебе. Мы вообще хотим служить тебе всем сердцем, разумением и крепостью, и поэтому благодарим тебя за всех по всему миру, Соединенных Штатов, которые здесь с нами, местные, которые желают провозграшивать торы всем нациям. Благодарим за всех тех, которые посылают свои жертвы, свои десятины сюда. Мы хотим провозграшивать тору всем нациям. В этом заключается наша миссия. Вместе благословен ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной. Ты благословил нас Торой истины, ты благословил нас всем советом твоего живого слова, через силу Духа Святого и законченную работу Мессии Ишуа. Ты один посадил среди нас жизнь вечную. Благословен ты, Господь наш Бог. Аминь. Вы можете идти на перерыв. Аминь и аминь, наш Отсутец и наш Царь. Мы благодарим тебя. Мы не можем дождаться, пока ты возвратишься, но до того, как ты возвратишься, мы все-таки жители этой земли, и мы хотим молиться за всех тех любимых, родных, друзей, которых мы хотим, чтобы ты прикоснулся. Есть у твоих овец недуги, болезни, заболевания. Мы хотим молиться всех тех, о которых мы знаем, которые имеют какое-либо заболевание, недуг, те, которые имеют эмоциональные или психологические и умственные ситуации. Мы просим, чтобы твоя любовь и исцеление пришло. Мы также хотим молиться за всех тех, которые имеют финансовые нужды и нуждаются в помощи, в работе, в одежде, в доме. Мы просим, чтобы ты, чтобы в чем бы не было нужда, чтобы ты открыл врата неба и чтобы ты им дал в том, в чем они нуждаются. Господи, мы молимся также наших национальных лидеров, будь они лидеры армии, политические или религиозные лидеры. Молитесь о каждой нации, в которой вы находитесь. Мы хотим, чтобы мы не были нацией козлов, нацией овец, а также хотим молиться о твоей нации, нации Израиля, особенно в это трудное время, время долины, чтобы ты не только их охранял, но также и шел в передовой и уничтожал те, которые хотят уничтожить нацию твою, что будет имя твое прославлено, да будешь ты прославлен в то время, как ты будешь охранять свой народ. Во имя Иешуа, аминь, и аминь, вы можете занимать ваши места, готовы ли вы? Давайте пристегнитесь, потому что мы здесь будем говорить о Соломоне, он является самый, он был высотой царя человеческого, но он также был самым великим самым великим падением, и это было несколько лет до время Соломона, это было время, когда было дано Соломону, потом у нас есть царь Саул, царь Давид, и теперь у нас царь Соломон. И Бог говорит, если вы хотите, дайте вот его вот его вот и поэтому это говорится о некошерных жен, о настоящих жен, чтобы его сердце не отвратилось, но написано, чтобы он очень возвеличен был, но чтобы он не возвеличивался себя выше, чем он должен был. Итак, царь Соломон, вот у него тысячи жен, и у него есть очень много цариц, но он не знал, как таблицу умножения. Это, можно сказать, 100%. Посмотрите, сколько жен. Итак, его умножение жен было для одной причины, и эта причина была для мира. Он даже не знал этих жен, наверное, 90%, но он просто женился над всех дочерях царей вокруг него, чтобы был мир. Итак, есть настоящий мир, а есть ненастоящий мир. И он разломал каждую... Он тысячу раз разломал... Итак, он тысячу раз изломал, и он не должен был умножать золото и серебро, и мы об этом будем говорить немножко позже. Но давайте посмотрим в Таразаконе 7, 4, 7... 4... 2, 4, извините. И предаст их тебе Господь, Бог твой, поразивших, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, и не щади их, не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавайся сына его, и дочери его не бери из-за сына твоего, ибо они отворотят сынов твоих отменяй, чтобы служить иным богам, и тогда воспламениться на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. Почему? Итак, полюбил царь Соломон многих чужих странных женщин, кроме дочери Фараоновой, Моавитянок, Моавитянок и Дюминиевых. Моавитянок, Синаньянок, Етианьянок, из тех народов, о которых Господь сказал Садам Израилю. Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонились сердцем вашего к своим богам, и к ним прилепился Соломон любовью. Итак, это еврейское слово, чтобы держаться, они не хотели просто Соломону сказать, Соломон бежал за ними. Итак, давайте присмотрим дальше. Притча 16, 18. Это те погибли, предшествует гордость, падение надменность, а в другом месте написано, что Бог ненавидит ноги, которые бегут ко злу. Итак, Соломону... Поэтому это возможно, что Соломон чувствовал, что у него есть какая-то... ну, какую-то радость, даже он мир мог чувствовать, потому что Бог меня не наказывает, или ему все равно. Но Соломон знал, что это было неправильно, потому что вот что он написал. И вот, что мы читаем Ликезиас 8 на 11, «Нескоро совершайте судно от трудными делами, от этого не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Представьте, если сегодня кто-то делал грех, и сразу человек падал мертвым. Или быть, скажем, человек, который ворует, как только он своровал, сразу падает мертвым. Люди говорили, «О, нет, будем не воревать». Но, конечно, это не происходит, поэтому люди говорят, «Да Богу все равно». И они продолжают в своем грехе. Итак, иногда, когда Бог отставляет нас, то иногда, что это не говорится о благословении Богом, а что Бог оставил нас, что Бог, как бы, позволяет человеку делать то, что Он хочет. Итак, Бог... Это церкви, которые говорят, что «Ты только провозглашай и получай». И посмотрите, почему я так говорю. Иеремия 12, первый стих. Кто из вас вообще имел аргумент с Богом? Бог — это не честно. Вот что делал Иеремия. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых, благоуспешен, и все вероломные благоденствуют?» Давайте посмотрим. Царь Давид, он говорил то же самое. Псалтырь 73, 12. «И вот это нечестивое благоденствует веки с тем, умножает богатство. И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе я не вошел в его святилище Божье, не разумел конца их. Так, на скольких путях поставил ты их, и не извергаешь их пропасти. Как внезапно пришли они в разорение, исчезли и погибли от ужаса в... Скажем, подумайте о Джордж Соросе или других... Умных, богатых людей, но где же они будут в конце, в очень скользком месте? Итак, есть очень эти известные голливудские актеры, которым платят миллионы долларов, а они потом засиживают на наркотики, или попадают на наркотики, и думаешь, но в чем вообще суть всего этого? Они же настолько благоуспешны. Что же произошло? Давайте возвратимся. Третий отцарс 11.3.4. И было у него 700 жен и 300 наложниц, это, говорится, Соломоне. Развратили жены его сердце его во время старости Соломона, жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. Итак, его сердце было сначала с Господом, когда ему было где-то 20 лет, но теперь ему 60 лет, и его сердце отворачивается от Бога и зажжен. Исход 34.13. «Жертвенники их разрушите, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их». Итак, вот такой истукан. Истукан ставили прямо в храме в одно время, и Бог говорил разрушить, изрубить всех этих, эти столбы, то когда же это происходит? Сразу после греха золотого тельца. Исход 32. Прославляют или поклоняются золотому тельцу. Моисей восходит делать, просить прощения у Господа. И что же Бог, или Моисей говорит Богу, Бог говорит Моисею, говорит народу Израилю, «Срубите, сокрушите рощи, священные столбы, но поступите с ними так, жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, рощи их вырубите, истуканом их сожгите огнем. И истребите все места, где народы, которым вы обладеете, служили богам своих, на высоких горах и на коломах, и под всяким ветвистым деревом, и разрушите жертвенники их. Сокрушите столбы их, сожгите огнем рощи их, разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того». Итак, царь, который ответственный, должен быть... Итак, Соломон гнался за Астаритой, богом, или стал послужить Астарте, божеству Сидонскому, мелкому, мерзости Амонитской, и делал Соломон неугодное предачами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Амонитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Малоху, мерзости Амонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен. Это гора оливковая, маслиная, которые кодили и приносили жертвы своим богам. Итак, он строил тысячу языческих святилищ или жертвенников, и там его тысячи жен прославляли этих богов. И поэтому, если они служили Малоху, первенца от этих жен он приносил кому? Малоху. Моисей, тот первый, Соломон первый, который начинает жертвоприношение. Вы сказали, Моисей, я имел в виду. Это Моисей не хотел это делать. Моисей писал этого не делай. И это просто изумительно для меня. Теперь, если вы видите Малоха, вот кто-то приносит в жертву своего ребенка. И одно это, когда вы не делаете то, что Бог говорит вам. Другое, когда вы делаете наоборот. Мы говорим, что нет, он построил языческие святилища. Итак, все эти исходят от Малоха. И они думали, что для моавитян это был Бог. Его называли Кимош. И, конечно же, приносили детей в жертву. И израильтяне, даже в этом священстве или в этом служении идола в долине Иерусалима, в Тафете, делали эти мерзости. Теперь, кто из вас слышал о Тафете? Я хотел бы, чтобы вы заметили это место. Иеремия 7, 30-31, ибо сыновья Иуды, это теперь 500 лет после Соломонов, запомните. Иуды делают зло и предотчаями моими. Говорит, Господь поставил мерзости свои в домик, над которыми наречено имя Мое, чтобы осквернить его, и устроили высоты Тафета в долине сыновей Иономовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелел, и что мне на сердце не приходило. Но Иеремию 500 лет живет после Соломона. Итак, если для Соломона это можно было делать, то и нам можно. И 400 лет делали уже это приношение детей. Что же означает Тафет еврития? Это означает барабаны. Что же мы видим? Они бы сильно ударяли в барабаны, и вот они бьют в барабанах, вот если вы увидите. Почему же барабаны бьют во время жертвоприношения? Потому что эти барабаны заглушали крики детей в то время, как их приносили в жертву. И потом мы читаем дальше. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажись, если нам израильям, кто из сынов израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоку, то да будет предан смерти. Народ земли, тот да побьет его камнями, я обращу лица Моя на человека, того и истреблю его из-за народа и за то, что он дал из детей своих молоку, чтобы оскорнить святилище Мое, обещать и Святое Имя Мое, если народ земли не обратит очесть своих на человека, того, когда он даст из детей своих молоку и не умертвит его, то я обращу лица Моя на человека, того и на народ его и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молока». Что это означает? Соломона нужно было побить камнями. Его жен нужно было побить камнями. А как часто политики сегодня, они могут делать то, что им угодно, потому что другой закон всему народу и самым высоким. и это то, что происходит в наше время. Они их и здесь народы израильские не только делают то, что Соломон, смотрели на то, что Соломон делал, но они начали делать это со своими детьми. И что же произошло? Антихрист, который придет как царь земли, ему также люди будут позволять делать намного больше беззакония, просто потому, что он такой великий. Сколько политиков сегодня поддерживают беззакония, нелегальные миграции? Они просто переменяют законы. Итак, законы беззаконных это беззаконие. Более того, они хотели служить. только когда царь молодой Иосия стал царем, все изменилось. И давайте посмотрите, 300 с чем-то лет спустя, 4-й царь, 23, 13, 14, и высота, который перед Иерусалимом направо от Масличной горы, которую устроил Соломон, царь Израилев, а в английском переводе вообще написано это гора бесчестия, а старте, мерзости Сидонской, Хамосу, мерзости Моавицкой и Велхому, мерзости Аммонитской осквернил царь и изломал статуи и срубил дубравы и наполнил место их костями человеческими. То, что Бог сказал, уничтожит. Они построили это в храме. Кто же бы приносил своих детей Молоху? Какой народ? Да, Аммонитяне и Моавитяне, которые были дети Лота. Они приносили детей своих в жертву. Теперь, задумайтесь, царь Соломона был Раваам, правильно? Теперь, почил Раваам отцами своими, погребен с отцами своими в городе Давиданом, имя матери его Наамама Аммонитянка. А что же это говорит вам? Он был рад, или повезло ему, что он был не первенец, а второй, потому что, если бы он был первенец, его бы принести в жертву Молоху. Что еще это говорит нам? Раваам, он не был еврейский царь. Иудейство приходит через матерь, а матерь его Аммонитянка. Итак, вся эта семья еврейских царей, они не евреи. Если евреи являются те, которые по линии матери, то тогда он не был евреем настоящим. И поверьте, она не покаялась, она своего первенца принесла в жертву. Итак, если мы говорим, что еврейство и от стороны матери, вот, пожалуйста. Потом мы читаем дальше Иеремия, 32 глава, 31 стих. И как бы дня гнева моего, в ярости моей существовал город сей с самого дня построения его и до сего дня, чтобы я отверг его от лица моего за все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению меня делали. Они цари, князья, их священники, их пророки, их мужи, Иуды, и жители Иерусалима. Они обратились ко мне спиной, а не лицом. И когда я учил их с раннего утра и учил, они не хотели принять наставление, и в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, скверняя его. Устроили капищи в Аалу в долине сыновей Иномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелел им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. Соломон был первый, и все последовали за ним, потому что они думали, Соломон же был настолько мудр. Теперь, хотел бы заметить, поговорить немножко о... И я рад о том, что Бен Гиги говорил на место меня прошлой субботой. Я был в Аляске с другом, который смотрит нас в прямом эфире, но Дэнни говорил в прошлой неделе о том, о чем я хотел заметить сегодня. Кто из вас видел Моисея с татую Микеланджело, и позаметьте, у него два рога на голове. Он был великий артист, но не знал, или художник, но не знал Библию хорошо. Итак, если я скажу по-английски слово lie, по-английски слово lie, как может означать или собака lie, или у дерева кора, также называется lie в английском. Поэтому это слово, которое говорит о... которое вы видите на экране, можно перевести как роги, или как как бы когда сияет человек. И вот человек, если вы видите справа, хотел сопоставить и роги, и то, что сияет лицо его. Видите, сияние как бы приходит из двух мест его головы, как роги. Но это тоже неправильно. Если мы читаем Исход 34.30, мы читаем, что Аарон и Сыны Израилев не могли смотреть на Моисея, потому что тело, его кожа сияла, и они были, боялись подойтись к нему. И вообще все сияло, не только его лицо, но даже заповеди сияли. Но это то, что происходит, когда вы не знаете еврит. Итак, хотел бы немножко заметить то, о чем мы говорим. Итак, я в следующей неделе об этом поговорю, потому что есть очень много непонимания в христианстве над этой темой. О чем он говорил? Были законы между Богом и человеком, а также были законы между людьми. Итак, десятью заповедей, вы видите, первые четыре говорят о человеке и Боге, а остальные о том, как человек должен относиться к людям. Это разные законы. Итак, что мы должны заметить, тогда, как и сейчас, священники, книжники, все люди говорили, что заповеди между Богом и человеком, они более важны, чем заповеди между людьми. Поэтому заповеди между Богом и человеком были очень конкретные, жестокие, но заповеди между человеком и человеком, они не были настолько важны, и поэтому от технического момента, теологического или законничества, то, что вы держите субботство или кошерность, это более важные законы, чем если вы кого-то убили или что-то своровали. Потому что законы между человеком и человеком, они настолько важны, как законы между Богом и человеком. Поэтому они сделали законы тяжелыми между Богом и человеком и не настолько важны были за законы, которые между нами и другими людьми. Иешуа говорил, что вы, язычники, вы должны, не язычники, извиняюсь, вы лицемер, вы должны действовать справедливо со всеми законами. Они одинаковы. Давайте заметим это. Второзаконие 27.11.13 заповедал Моисей народу в день, тот говоря. Когда вы войдете на обитованную землю, Иси должны встать на горе Горизим, чтобы благословлять народ. Когда перейдете Иордан, Симеон, Леви, Иуда, Исахар, Иосиф и Вениамин, Иси должны встать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие. Рувим, Гада, Сирзав, Лондан, Нинев и Нефали. Итак, вот обитованная земля, и вот мы видим. Гора благословения — это гора Геразим слева, а гора проклятия — это гора Гевал с правой стороны. И вот у нас есть все колена прописанные. Итак, есть прекрасное благословение в Торе, и также ужасное проклятие. И также тот жертвенник, который был построен Иисусом Навином, он стоял на горе Гевал, и он смотрел в сторону Иерусалима. Так, проклятия приходили на тех, которые не были послушны Торе. Итак, есть местописание, которое имеет параллель с старозаконием 27, 14, 26. Я хотел бы заметить это место для вас. Сейчас левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом, проклят, кто сделает изваянный или литый кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника, и поставит его в тайном месте. И потом он... весь народ возгласит и скажет «Аминь». Можно сказать, чтобы все люди сказали «Аминь». Потом проклят, злословящий отца своего или матерь свою, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто слепого сбивает с пути, и весь народ скажет «Аминь». Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет «Аминь». Аминь. Проклят кто ляжет с женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет Аминь. Проклят кто ляжет с каким-либо скотом, и весь народ скажет Аминь. Проклят кто ляжет с сестрой своей, с дочерью отца своего или дочерью, матерью своей, и весь народ да скажет. Проклят кто ляжет с тещей своей, и весь народ скажет. «Проклят, кто тайно убивает ближнего своего, и весь народ скажет...» «Проклят, кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невину, и весь народ скажет...» «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать под ними, и весь народ скажет...» Хорошо. Теперь некоторые люди... Я хочу сказать первое. Заметили ли вы, что никто из этих проклятий не приходил на законы, которые между человеком и Богом? Каждый из этих проклятий говорит о преступлении закона между человеком и человеком. Итак, здесь вообще нет законов между человеком и Богом. И кто из вас слышал, что когда кто-то вам отвечал... «О, не ставь меня с законом!» «О, вы хотите тогда спать с какой-то скотиной или с тещей?» Они даже не понимают, о чем они говорят. Я хочу сказать вам, Иисус Навин 6.18. «Заметьте, но вы берегитесь заклятого, чтобы и сами не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». Ахан это сделал. Читаем. 7 глава, 1 стих. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Зары, из колена Юдина, взял из заклятого. И гнев Господень возгорелся». На кого? На сынов израилевых. В ответ Иисус сказал, Ахан сказал, «Точно я согрешил пред Господом, Богом Израилевым, и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную стенарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего и серебро под ним». Как часто люди грешат и думают, что они никому не делают плохо, но они сделали проклятие на всех вокруг их из-за того, что они сделали. Посмотрите, что происходит с Америкой сейчас. Мы все осуждены из-за всех, можно сказать, либеральных людей. Второзаконие продолжает, он говорит о всех благословениях и всех проклятиях. И посмотрите, как он продолжает. 16 стих, 28 главы. «Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле». Итак, здесь это место описывает, как выглядит будет этот проклятие. «Прокляты будут житницы твои, кладовые твои, проклят будет плод чрева твоего, и плод земли твоей, плод твоих волов, и плод овец твоих проклят. Ты будешь при входе твоем, и при выходе твоем пошлет Господь на тебя проклятие смятения и несчастье на всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать. Да коли не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Что интересно, хотел бы заметить, где, на какой горе Шаваот был сделан, или где Бог дал заповеди, гора Синай. Итак, гора Синай, но знаете, что был второй закон дан, или завет дан, и это был в местности язычников, второзаконие 29.1. Вот слова «завета» — это то, о чем мы только что читали прямо сейчас. О проклятии и благословения — это незаконие Торы, но это другие заветы от завета Торы. Итак, мы читаем. «Которые Господь повелел Моисею поставить сынам Израилевым в земле Моавицкой, кроме завета, которые Господь поставил с ними на Хариве». Это совсем другой завет, смотря на ваши отношения с другими, не ваши отношения с Богом. Видите ли вы это? Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но с теми, которые сегодня здесь с нами стоят при лицах Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Подождите. Никто из вас не был с вами, и это относится к вам? Бог говорит, что этот завет между людьми, он навсегда, и законы от людей к людям настолько важны, как законы между Богом и человеком. Но многие люди, которые законники, они ставят эти законы, которые между Богом и человеком выше и пренебрегают законы между человеком и человеком, потому что у меня ритуалы законнически важны, они говорят. Посмотрите дальше. Таразакония 29, 19, 20. Такого человека, который, услышав слова проклятия, сего похвалялся бы в сердце своем, говоря, я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего, и пропадет таким образом сытый, голодный, не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его над такого человека, и пойдет на него, и все проклятие завета его, написанное в сей книге, и изгладит Господь имя его из Поднебесной. Хочу дальше пройти в Новый Завет, местописание, которое многие люди не понимают. Матфея, 23 глава, первых пять стихов. Тогда Иисус начал говорить народу ученикам своими и сказал, «На Моисеевом седалище сильней книжники и фарисеи». Другими словами, они имеют авторитет. Они говорят, как Моисей с авторитетом. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые, неудобно носимые, и возглагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Очень много людей говорят вам делать, что, как правильно делать, но они не делают это лично. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилье одежд своих. Итак, здесь в Евангелии мы потом читаем, люди говорят, «Господи, Господи, мы делали такие прекрасные дела во имя Твое, но это им не поможет, потому что это все было сделано как показуха». Итак, 13 стих той же главы. «Горе вам, книжники и фарисеи, или проклятие вам, лицемеры, что сотворяете Царство Небесное, человеком». Матфея 23, 15. «Горе вам, книжники и фарисеи, или лицемеры». Так это горе может переключить в английском как «проклятие вам». Матфея 23, 16. «Горе вам, вожди слепые». Это та параллель, о которой я говорил. Матфея 23, 23. «Горе вам, книжники и фарисеи, или лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшие в законе суды, милость и веру». Сие надлежало делать и того не оставлять. Итак, это те вещи, которые важны. Вы должны показывать милость людям. «Вожди слепые, отцеживающие комара, верблюдопроглощающие». Задумайтесь об этом. И то, и другое нечистое. Итак, они, конечно, просиживают комара, а как лицемеры, они проглотают верблюда. И это тоже некошерное. Другими словами, они очень, как бы, оценивают и отцеживают отношения с Богом. Как делать Амедав, как делать Пасху, как делать субботство. Но они отставляют более важные, весомые вещи, то, как вы относитесь с другими людьми. Сказав все это, потом он дальше говорит, Видите ли вы параллель между второзаконием и этим местом? Итак, мы читаем Матфея 5, 23-24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там, вспомни, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Другими словами, Бог говорит, «Перед тем, как ты будешь работать или заботиться о мне, восстанови отношения с ближним». Очень часто мы сплетничаем, мы предаем людей, но это все хорошо, потому что мы делаем все эти такие очень маленькие правильные вещи между нами и Богом. Это неправильно. Итак, место, которое очень многие неправильно интерпретируют, Галатам 3, 10. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано проклят. Вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Люди говорят, «О, не став меня под закон, потому что я не хочу быть под проклятием». Есть отношения, которые относятся между людьми, и это о том, о чем мы говорим в Тарзаконе. А что закон написан проклят, то не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. И все эти отношения друг с другом еще держатся. Может, вы теперь иметь секс с животным или убивать людей, просто потому что вы не под законом, но мы должны понять, что есть законы отношений и законы Божьи, но они всем относятся навсегда. Кто из вас когда-либо получал билет за то, что вы сильно быстро ехали? Тикет. Пожалуйста, не поднимайте свои руки, но я уже несколько получил. Но вы можете сказать, «Судья, я вынес мусор для своей матери, но посмотрите, сколько раз я не превышал скорость на автомобиле». Это будет все равно судьи. Если мы хотим быть послушными и быть под законом, посмотрите, есть один момент. Законно не убей кого-то. Оно ко мне как бы и относится, но не относится, потому что мне не хотелось никого убить. А, конечно, превышение закона на автомобиле не относится к людям, которые не превышают спид-лимита. И поэтому это точно самое, о чем мы говорим здесь. И поэтому посмотрите. Галатам 3, 11, 13. «А что с законом никто не оправдывается пред Богом?» Это ясно. Почему? Евреи, все думают, что евреи думают, что они спасены законом, но это они так не верят. Они уже дети Божьи. Почему они делают законы? Потому что отец сказал, «Иди, сделай это». Кто из вас были когда-либо в Boy Scouts или Girl Scouts? Я был в Boy Scouts, и то, что нам нужно делать, это построить ракету. Теперь, если я не в Boy Scouts, и мой я говорю своему соседу, я построю ракету для Boy Scouts этой команды. Boy Scouts хотят, что я построил эту ракету перед тем, как я стану Boy Scout'ами. Нет, вначале я стану Boy Scout'ом и построю ракету. Если мой сосед построит ракету, получит ли он заслугу от Boy Scout'ов? Нет, потому что он еще не принадлежит Boy Scout'ом. Итак, то же самое с делами. Мы не делаем работу, чтобы делать царство, быть в царстве Божьем, но когда я в царстве Божьем, мы должны работать. Итак, и именно так мы приносим плод. Если мы не приносим плод, что же он делает? Он срезает такое дерево. Поэтому Галатам 13, 11, 13 мы читаем, а что закон Минутония правдуется пред Богом, это ясно, потому что праведной верой жив будет. Итак, закон, а закон не по вере. И это вера Авраама. Понимаете ли вы, что Авраам, он не был когда первые благословения пришли на Авраама в 75 лет, он еще не был обрезан. И тогда он стал обрезан 25 лет спустя, когда ему было 100 лет, но он был язычник 25 лет, когда он сказал, что я благословлю тебя. Итак, посмотрите, кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искубил нас от клятвы закона, сделавши за нас клятвы, ибо написано проклят всяк, висящий на древе. Итак, об этом мы читаем в Таразаконе 21, 22, 23, если в ком найдется, ну, и там и так и написано, что проклят перед Богом всякий провешенный на древе или на дереве. Итак, тот, который под клятвой закона, этот человек, который думает, что он спасается, делая работу, потому что, когда вы согрешаете, вы все повинны, и вообще закон должен показать нам, что мы нуждаемся в Мессии. Если вы отвергаете закон, тогда нет закона, греха, извиняюсь, но грех это преступление закона, и поэтому сегодня люди думают, что в своем неправильной неправильной теологии, и поэтому давайте встанем, давайте встанем. Итак, я надеюсь, что это дало вам о чем думать. Наш Отец и наш Царь, мы благодарим тебя, чтобы ты дал нам уши, которые слышат, глаза, которые видят, сердца, которые понимают, что ты хочешь сказать нам в эти последние дни. Мы настолько благословлены, что ты не только благословляешь нас, но имя свое влагаешь на нас. Итак, ты заповедал нам, говорит то, что ты заповедал Рону, говорить народу Израилеву. Да благослови тебя Господь и сохрани тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицем своими, помилуй тебя, да возрит Господь на тебя и даст тебе мир в это прекрасное имя. Айя Ашер Айя. Аминь. Увижу вас в следующую неделю. Шаббат шалом. Благословение.